Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, вы счастливы, как Bitfinex в Твиттере после последних событий. Люди, которые абсолютно не знают о том, что такое тезер, наверняка живут в пещере. И точно встретили там меня. Хотя, я живу не в пещере, я обитаю на другой планете. Тезер это самый известный, или лучше сказать печально известный, стейблкоин на криптовалютном рынке, который в настоящее время имеет рыночную капитализацию 2 миллиарда долларов США. Вы должны понимать, что курс данного цифрового токена должен быть равен 1 доллару США, а значит, и должен быть поддержанным этой американской валютой. Так что, если говорить об институциональных инвесторах, которые, например, хотят обменять свои фиатные деньги на тезер, то инвестируя 10 миллионов долларов США, они должны получить 10 миллионов токенов. А затем эти 10 миллионов должны будут храниться в каком-нибудь утопическом хранилище. Но на деле, судя по графику, всё совершенно не так. Пока что мы не располагаем доказательствами того, что эти деньги действительно существуют. Поэтому люди, подобные Bitfinex, говорят, что весь криптовалютный рынок искусственно накачан с помощью тезера. Да, выясняется, что весь рынок поддерживается скамным тезером. А теперь они ещё и подтверждают, что спекулируют депозитами своих пользователей. Я уверен, что подобные, безусловно, оказывают большое влияние на криптопространство. И давайте проверим торговый объём тезера. Учитывая, что его рыночная капитализация составляет примерно 2 миллиарда долларов, 9 миллиардов долларов объёма в сутки – это очень солидно. И если проследить историю тезера, то мы видим, что суточный объём никогда не падал ниже 5 миллиардов долларов в сутки. Если вы сравните его с другими криптовалютами, такими как Bitcoin, например, то вы можете заметить, что самая популярная и жирная криптовалюта находится примерно в том же диапазоне. Но если сравнивать объём торгов тезера с любой другой криптовалютой из топ-5, то мы увидим, что они уже имеют практически в 10 раз меньшие объёмы. На примере XRP, для которого 1 миллиард долларов является абсолютным рекордом. Так что да, тезер действительно оказывает влияние на рынок. И да, ответ на вопрос, действительно ли тезер поддерживается долларом США, остаётся очень важным. Теперь посмотрите сюда. Новая статья о тезере была опубликована на реддите совсем недавно. Что же здесь написано? Тезер ранее утверждал, что один токен был обеспечен одним долларом США в резервах. Теперь это тихо изменили на следующее. Каждый тезер всегда на 100% обеспечен нашими резервами, которые включают в себя традиционную валюту и её эквиваленты. Но время от времени могут включать и другие активы, а также дебиторскую задолженность по кредитам, предоставленными тезер третьим лицам, которые могут включать в себя и дочерние компании. Вот это да, ребята, вот это да. Это просто не подаётся никаким комментариям. И здесь в этом же посте также говорится о том, что в тезер открыто признают, что отправляют средства на Bitfinex. Я, конечно, не полностью согласен со всем этим, но это всё очень подозрительно, согласитесь. И я думаю, что нам не стоит возвращаться к доверительным отношениям с третьими лицами, против которых, кстати говоря, стоят основные каноны криптовалюты. Сейчас я хочу дать вам взглянуть на ситуацию с обеих сторон. Поэтому в защиту тезера вы можете просто сказать, что нет настолько глупых людей, которые хранят все свои 2,5 миллиарда долларов на банковском счету. Именно поэтому один токен не может быть физически поддержан одним долларом. Все понимают, что деньги должны быть куда-то инвестированы, иначе они пострадают как минимум от инфляции. Если мы просто предположим, что инфляция составит 2%, то эти деньги теряют около 50 миллионов долларов в год. Поэтому мы вполне можем аргументировать это тем, что мы должны инвестировать эти деньги, иначе они будут терять покупательную способность. Но на самом деле я не совсем уверен, что этот аргумент хорош. Поэтому эту дискуссию я оставлю вам в комментариях, ведь полно места. Если вы большой кит с огромным депозитом, тогда вам необходимо пользоваться стейблкоином. Но в противном случае, зачем вкладываться в стейблкоины, если вам это действительно не нужно? Я нахожусь на рынке в течение двух лет, и я никогда не работал со стейблкоинами. Если я хочу вывести свои деньги в фиат, я их вывожу. И да, я всегда скептически относился к тезеру, даже несмотря на то, что в последнее время они становятся более прозрачной компанией. Как минимум показывают, какое количество они имеют на Омне, какое количество они имеют в эфириумах, в долларах США и тому подобное. Но проведенный ими аудит, который на самом деле не был им, тоже не выглядит слишком серьезно. Так что в целом, ребята, просто пошлите тезер к черту. А вот мой мониторинг обменников к черту не шлите. Ведь именно там можно спокойно обменять криптовалюты на фиат или наоборот, при этом особо не напрягаясь. А также можно зарабатывать на арбитраже валют. А об этом статья есть в группе ВКонтакте. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и читайте на здоровье. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте и делитесь видео с друзьями. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok